Братья и сестры 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 Для ваших людей всегда открыт. Наши сердца для вас всегда открыты. Мы родами сотрудничаем с грузинами. Они нам приходят, они у нас молятся. И даже у нас совершали свои покрытия. Может, первоначально вам пока не согласен, ничего не будет сразу. Вы, конечно, можете у нас служить. Ваш народ знает уже наш адрес. И я хотел бы сказать, что я не... У меня особое чувство, потому что мой отец из Владикавказа. И, между прочим, отец Павел мне сказал, что святейший блаженящий патриарх всех грузин родился тоже в Владикавказе. В советское время, кто не помнит, назывался Орджерникидзе. И через отца я, конечно, наполовину грузин, наполовину кавказец, скажем так. И отецкий казак. И я из детства всегда понимал психологию этого замечательного, гордого, гордого, самолюбивого, в хорошем смысле, народа, народа героев, которым не всегда было легко отстоять своего. И наши взаимоотношения русские, грузинские, грузинские, русские, мы веками как-то были связаны. Не всегда хорошо. Иногда очень даже плохо, иногда хорошо. Но это уже наша судьба, что мы были связаны. И следы, конечно, остались. Ну, надо сказать, что часто мы себе не отдаем отчет, что все же грузинский, братский православный народ старше нас. Они гораздо раньше приняли христианство, чем святой Владимир Христитель Руси. Так что вы наши христианские старшие братья. И поэтому мы с вами братские православные народы. А что касается политика, ведь политика всегда это ложь. Это лицемерие. Это обман. Это безнравственность. Политика это все, что отрицательное. Это нас не связывает. Это нас не связывает. Она связывает, что мы православные. Братские народы, которым Господь Бог даровал совместно столько хорошего. Понимаете? Что как в сегодняшнем Еврангелии написано, «Ищите прежде всего Царство Небесное». И тут не испугаемся, потому что там написано «Ищите прежде всего Царство Небесное». «Ищите прежде всего Царство Небесное». «И все нам будет оно». Я бы хотел, чтобы в этом городе был сильный православный грузинский народ. Так что отец, мама, сейчас вернете свои грузи, так передайте блаженничему святейшему Патриарху наш низкий земный поклон. Мы знаем, что Патриарх и я друг православной церкви в Америке. Мы это знаем. Я имел честь с ним служить, святейшему Патриарху, когда будете близки. И докладывайте. Ну и вернитесь. Мы вас ждем. И, как я вначале сказал, сердца наши открыты. А если наши сердца открыты, то это и все остальное открыто. Не так ли? Вот. Я сейчас дам слово маме. И потом, пожалуйста, всех, это всех касается. Идите, подкрепитесь. Нижний зал, кофе, чай, бутерброд, пирожки, шпицу. А потом грузинам предлагаю, предлагаю, предлагаю. Собираться около своего священника, в верхнем зале, он свободен. И обсудите свои проблемы. Мама, за вами слово. Спасибо. Отец Олег. Отец Роман. Братья и сестры. Я благодарю всех, кто сегодня пришли в храм. Вместе помогли. Я благодарю отца Олега за теплый прием. Я благодарю Канадскую Православную Церковь, что приютила моих собратьев и сестры тут в течение многих лет. И тут они молятся, тут они находят себя и Господа Бога. За все спасибо. Конечно же, все трудно и иногда неумопостижимо, но когда Христос между людьми, тогда есть любовь. Я просто хочу напомнить слова апостола Иоанна, когда он был очень стар, и мы приходили учатся, и спрашивали, что Христос учил им. Он всегда им отвечал, что возлюбите друг друга. И когда некоторые из них спросили апостола, почему он это всегда повторяет, он сказал, что когда есть любовь, тогда есть Бог. И это уже достаточно. Естественно, православие, естественно, христианство – это первый долг для того, что мы должны делать. Я благодарю еще раз всех, кто помог нам, кто молился за нас. Спасибо за все. Боже, Своя. Спасибо.